Походим! От героев былых времён У фильма «Офицеры» колоссальный успех. Его смотрят все. Картина идёт на телеканалах в национальные праздники. Практически каждый год после выхода на экраны в 71-м году. Актёр Василий Луновой даже сравнительно небольшую роль Ивана Варравы превращает в один из основных и запоминающихся образов. На закрытом просмотре близкие актёров увидели картину раньше всех. По реакции в зале было понятно – фильм получился. Впереди премьера. И вдруг трагическая смерть. Василий Луновой теряет близкого человека – любимую жену. На премьеру «Офицеров» он придёт один. Луновой мужественно переносит своё горе. Как и его герои, для которых любые испытания – возможность проявить силу и стойкость характера. Он всегда красив, он всегда на коне, в прямом и переносном смысле, он всегда защищён. Совершенно героическая внешность, так сказать, однозначный герой. Я, когда его увидела, я влюбилась до потери сознательности. Георгий Юматов долго не мог смириться с тем, что Василий Луновой перешёл ему однажды дорогу в кино. Он лишился роли, о которой давно мечтал. В 1956 год. Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов начинают съёмки фильма «Павел Корчагин». После осуждения культа личности Сталина в стране возрождают идеалы революции. Общество нужно вывести из состояния страха и апатии, пробудить трудовой энтузиазм. На главную роль пробуется Георгий Юматов. Роль у него не идёт. Режиссёрам кажется, что он простоват, в нём нет революционного порыва. В соседнем павильоне киевской студии Алов и Наумов случайно встречают молодого актёра, который подходит под их видение Павки Корчагина. Давай попробуй, Вася. Я говорю, а что пробуется? Я должен играть. Ах ты наглец, ах ты нахал. Почему? Я говорю, а потому что я вон 41-го года с Павкой знаком. Это я. Только я. Стою! Это был первый звонок, что он Корчагин должен быть. Я. В нём было вот это вот, ну сейчас это называется дурацким словом, лидерство. Отбор! Нам в город никак нельзя. Наше место здесь, братцы. Алов и Наумов во время съёмок фильма не щадят актёров. Всё должно быть по-настоящему. Железную дорогу прокладывают в проливной дождь, в жуткие морозы. Наш был принцип поставить всех персонажей в те условия, в которых происходило реальное действие когда-то. У нас с наших съёмок бежали. Руки были покрыты кровавыми мозолями. Он всё делал по-настоящему. Всё делал за правду. Знаете, когда мороз, к железу прилипает тело. Мы хотели одеть на него драные старые перчатки, чтобы уберечь немножко руки. Он не хотел этого. Для меня это стало фундаментом идеологической жизни. Однажды на съёмках Лановой поразил всех. Он вышел на съёмочную площадку с температурой под 40. Он был действительно очень серьёзно болен, но никто об этом не знал. Но я знал. И Аллов знал. Мы ему говорили, что не надо остаться, мы переждём этот день. Мы мечтали, чтобы он всё-таки победил нас в этом споре. Он сказал, нет, я буду сниматься. Фильм Павел Корчагин многие критики и зрители после показа не приняли. Главный герой на экране был слишком одержим идеей. Отрешён от всего земного. Дискуссия из зрительного зала вылилась на страницы газет и журналов. Одни говорили, Павка не такой. Что это бы нам подсунули? Такое ходячее, задумчивое. Павка был бытовой, а мы таким к нему привыкли. Другие говорили, только такие люди могли сделать революцию, а не бытовые. Это бы гигантский был, замечательный был диспут. Съёмки в фильме Павел Корчагин чуть не обернулись для Василия Ланового жизненной катастрофой. Молодой актёр скрыл от ректора Щукинского училища участие в фильме. В те годы это был серьёзный проступок. Студентам не разрешалось во время учёбы сниматься в кино. Я однажды лечу обратно, читаю газету «Правда» и вижу мой портрет и написано в роли Павки Корчагина Василия Лановой. Это был расстрел, это было убийство. Я прилетел в Москву, пошёл в училище наше, в Актанговске, и мне внизу сказали, говори, Сергеевич, пожалуйста, пройдите. И я увидел приказ уволить из училища. Казалось, всё было перечёркнуто одной публикацией в газете. Но потом я узнал, что в это же время, когда он вывешивал приказ, он собрал некоторых педагогов, которые со мной занимались, и сказал, делайте, что хотите, он должен остаться в училище. Я должен его выгнать, но он должен остаться. Придумывайте, вы хитрые придумывайте. Они придумали грандиозную вещь. Они перевели меня на курс меньше. Стать актёром Василию Луновому было начертано судьбой. В седьмом классе школы его отобрали в лётное училище, куда впоследствии Луновой подал заявление. Однако режиссёр детской театральной студии Сергей Штейн, где занимался Луновой, подговаривает приёмную комиссию. Сергей Лётчик поехал в училище и сказал, его надо угробить. Каким он лётчикам, неизвестно будет, а актёром может стать приличным. Зарежьте его. И мне зарезали, отдали документы по здоровью, дескать. После окончания школы Луновой раздумывает. Идти работать и помогать семье, или продолжить учёбу. Родители настаивают на поступлении в ВУЗ. Он легко сдаёт экзамены в знаменитое Щукинское училище. А после получения золотой медали, мне мои друзья сказали, Вася, тебе надо немножко культурно поднабраться. Ты очень дикий, ну дикий, Вася. Известность к Василию Луновому пришла в 20 лет после первой роли в фильме «Аттестат зрелости». Он вышел на экраны страны в 1954 году. Такого Лунового мало кто помнит. Пожалуйста, не останавливайте мне, Виктория. Я вам не скажу ничего, обидел. Я радуюсь даже тогда, когда слышу ваш голос. Я впервые столкнулся с кинематографом. Я впервые почувствовал эту гигантскую ответственность каждого дубля, каждого слова, каждого звука. Потому что понимал, что это уходит уже в вечность. Это не как в театре, где можно на следующий раз сыграть лучше, хуже. Всё. Каждой мелочью укололи. Учительница обидел, оборудование прозевал. Товарищей презираю. Ничего себе мелочи! Молчи! Новое лицо. И очень удачно всё это было. И возраст его как раз тот подходил. И красив, и талантлив. Глаза его. Темперамент. Всё. То есть он выдал на гора всё. После съёмок в фильме «Аттестат зрелости» в Ланового влюбились все старшеклассницы Советского Союза. За ним ходят толпы поклонниц. Но его внимание привлекает однокурсница, стройная брюнетка с раскосыми глазами и статью балерины. Татьяна Самойлова поразила сердце Ланового в один миг. Субтитры подогнал «Симон»